Продолжаем прямую трансляцию Волейбольных баталий среди мужских команд В рамках спортивных игр народа в Якутии Барагон 2020 На площадке встречаются Сборная команда Лютнинского района И Мегина Конголасского Улуса Эта игра Начинает Второй круг в группах Данная встреча Это в рамках группы А Алёкминский район Мегина Конголасский Улус Мегина Конголасский В первом круге играл Со сборной команды Среднеколымского Улуса И выиграл со счетом 3-1 Вам представили Основные сборные Сборные команды Алёкминского района И Мегина Конголасского Улуса Команда Мегина Конголасского Улуса В этом году завоевала Второе Заняла второе место В первенстве Республики Саха Якутия Вторая лига Проиграла в финальной Встрече между Улусом Данским Улусом Представляют Судей Данной встречи Первый судья Судья первой категории Афанасьев Семен Город Якутск Второй судья Судья второй категории Захаров Гаврил Город Якутск Секретарь Иванова Айлина Вторая категория Город Якутск И помощник Секретаря Слепцова Саина Мегина Конголасский Улус Приглашается Стартовый состав Команды Объявляют Стартовый состав Мегина Конголасского Улуса Номер один Номер три Иннокентий Андреев Номер восемь Джулутан Варламов Капитан команды Номер девять Бангенов Аял Номер одиннадцать Волгислав Минахурак Номер четырнадцать Факсим Копом И номер десять Алексей Шепелев Игрокоманды Главный тренер Бангенов Аял Представляют Основной состав Сборной команды Аял 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 Номер один Николай Павлов Капитан команды Номер три Снергон Сипцев Номер четыре Егор Сукулов Номер семь Сергей Павлов Номер девять Александр Петров Номер десять Константин Слевы Номер тринадцать Банген Кулагин Либра команды И номер два Олег Васильев Либра команды Вам представили Основной состав Сборных команд У нас Либринская команда На чемпионате Республики Сахайкута Двадцать первом году Заняла первое место В двадцать втором году Заняла четвертое место И На кубке Федерации волейбола Который проходил В декабре двадцать первого Года Либринская команда Заняла Второе место Команда Мирина Конголасского района На миде Кутового Заняла Второе место В первом месте Республики Сахайкуте Вторая лига В двадцать втором году Она менее Сборная команда Мирина Конголасского района Миня Кутового Она очень амбициозная команда Ведомая своими Гороками Это Гороком номер один Номером один Геннадий Прохоров Горок номер девять Аяло Аргунов Лидеры команд Аяло Аргунов Также является Играющим Тренером Начинается Первая Партия Николай Павлов Проносит Своей сборной Команде Первое очко На передней линии Николай Павлов Десятый номер Константин Кривых Центральный блокирующий И Сергей Павлов Доигровки Во второй зоне Аут Показывает Первый судья 2-0 На подаче Нюрген Сипцев Связующий команды Летнийского района Мяч улетает В Аут Счет партии 1-2 Счет партии 1-2 Тоже команду На подаче Игрок Мегана Конголасского Улуса 1-2 Подает Исправляется С приемом Видера команды Мегана Конголасского Летнийского района Олег Васильев Но ему повезло Не отреагировали На переходящий мяч Четверки Оборной команды Мегана Конголасского Улуса И подарили Третий мяч Ошибается Николай Павлов При подаче 2-3 Лидер команды Мегана Конголасского Улуса На подаче Игрок Игрок Прохоров К сожалению И он ошибается Счет 3-2 На 1 очко Олег Минская команда Впереди Центральный блокирующий Сборный команды Олег Минского района По номерам Везет Константин Кривых Парень с ростом 1,96 Сукулов Егор Выигрывает 5-е очко После нападающего Удара Максима Попова Основного доигрышика Сборной команды Мегана Конголасского Улуса 5-2 Сборной команды Мегана Конголасского Выигрывается 3-е очко Максим Попов На подаче Исправляется С приемом Олег Васильев Либера Эйс В исполнении Максима Попова Еще остается 4-6 Девятый номер Александр Петров С ростом Метр Девяносто два Играет В третьей зоне На месте Центрального Блокирующего Сергей Павлов Из Пайп Сыграла 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 Изолекинского Улуса Района Маклай Павлов Благодарит Слезающего За хорошую Передачу Счет становится 8-4 Сергей Павлов На подаче Хорошая Силовая В исполнении Сергея Павлова Не стал Нападать Лоял Ардунов Меч Был Адресовываем Ему Четвертую Зону А он Повердел Антонбль Сергей Павлов Заполил Меч Далеко В аут 4-9 5-9 Андрей И снова Очередной раз Не справляется С приемом Олег Васильев Команда Олегинского Района Осталась Без нападения Но Спасает Ситуацию Александр Петров Центральный Блокирующий Выигрывает Очко 10-5 Первой партии Игорь Сухулов От блока Меч Улетает В аут 6-10 Не видел Отскочивший От блока Меч Николай Павлов Хороший Мощнейший Мощнейший удар Продемонстрировал Александр Петров Тудья Зафиксировал Ошибку При постановке Блока Александр Петров Сам Подает К сожалению Допускает Ошибку Мяч Переходит На сторону Сборной Команды Мегана Конголасского Улуха 7-11 Девятый номер Айала Ругунов Тоже Подача Силовая Троф Попадает Константин Кривых Низкий мяч По высоте 7-11 Как еще К нападению Сергей Павлов Со второй Линии Переносит Очко Миргом Фипцев На подаче На этот раз У него вышла Силовая Подача К сожалению Мяч Улетает В аут Посмотрим Несколько Высота Отсюда Отсюда Не видно Третий номер Апеллирует Что все-таки Был блок Судья Не поколебим Еще Снуется 13-8 Ошибается Ниргом Сивцев При подаче Курустан Варламов Капитан Команды Ирина Конголасского Луса Сергей Павлов Был На падении Через Через Чуть Близко К сетке Была Передача Для Максима Попова Не смог Перекинуть Блок Еще Становится 14-9 Николай Павлов На подаче Мяч Перелетел Но судья Зафиксировал Ошибку У Константина Кривых Тужой Мяч Знаки Прохоров И снова Подключает Первый Темп Ниргом Сивцев Константин Кривых Зарабатывает Очередное 15-е Очко Для своей Команды Идет Подавать В якутском Волейболе Игроков С ростом Метр Девяносто Шесть Это практически Можно сказать Единицы Эйс В исполнении Константина Кривых 16-9 Александр Петров Центральный Блокирующий Под номером Девять Забивает 17-е Очко До пола И приносит Своей команде Ликование И радость От этого Мощного Удара Счет 17-10 При счете 10-17 Таймаут Берет команда Мегана Конголасского Баулюса 17-10 Счет Первой партии И нападающий Константин Кривых Уверенно Подает Константин Кривых Счет 18-10 Аяло Аргунов Не справляется С приемом Очередной Эйс В исполнении Константина Кривых Приносит 18-е очко На этот раз Константин Кривых Ожибается При подаче 11-18 В спортивных Играх ОМГА 2019 За сборную Команды Намского Улуса Выступали Николай Павлов Капитан Команды Олегминского Района И его брат Сергей Павлов Они заняли Тогда Второе Место Проиграв Команды Черопчинского Улуса Николай Павлов Является Неоднократным Победителем Многих Соревнований Признавался Лучшим Нападающим Лучшим Игроком Миргун Сипцев Также признавался Лучшим Связующим Также Неоднократный Чемпион Республики Многих Соревнований Республиканских Есть Можно Ответить И Олега Васильева Который Сейчас Играет Под номером 2 И является Лидером Команды Летний Района Признавался Лучшим Защитником На Кубке Федерации В октябре 21 Года Николай Павлов Был признан На Кубке Федерации Лучшим Граком Счет Партии 19 13 Айл Аргунов Сбрасывает Мяч Подключается Николай Павлов Грамотный блок Попадает В трос В сетку Ошибается Николай Павлов При Нападении Со второй Линии Счет Стал 14 19 Миргон Сипцев Мгновенно Среагировал На Отскочивший От сетки Мяч После После Подачи Но Застоялся На месте Николай Павлов Не Не Подстраховал При Пересчетить 19 15 Тайм Аут Берет Команда Алёхинского района Болельщики Поддерживающие Сборную Команды Мегана Конголазского Улуса Подбатривают Своих Любимцев 15 19 Подача Без свиска Сборная Прием Сборная 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 Команды Сборная Сборная Меганок, Меганок Ангалас, Троулуса приносит, 16-е очко сокращает разрыв, и снова везет, повезло. 17-19, счет сократился до минус двух, Александр Петров выигрывает очередное очко. И увеличивает разрыв до плюс трех, 20-17, Егор Сукулов подает, блок отработал, простое перекидывание через сетку, и опять Неркунсидцев подключает Петрова Александра. Счет 18-20. Мегунсидцев показывает то, что была сетка, отключил своих игроков из игры, выключил. Небольшой прием. Сергей Петров, Павлов атаковал со второй линии, с первой зоны. Айал Аргунов хотел обмануть, но не удалось. Девятый номер, Александр Петров, приносит 21-е очко для своей команды. 21-18. Очередная ошибка в исполнении Александра Петрова. Счет становится уже 19-21. В концовке первого тайма игроки Мегина-Конголасского улуса начинают поддавливать. Не справился с нападающим ударом Игнатий Прохоров. Заблокировали высоченные два блокирующих. Константин Кривых, а также Николай Павлов. Снова не справляется с приемом Айал Аргунов. При счете 23-19, тайм Ау берет команда Мегина-Конголасского улуса. Мегина-Конголасского улуса. 23-19 в пользу команды Алёкминского района. На подаче Нюргон Сивцев, связующий команда Алёкминского района. Целенаправленно мяч направляет в первую зону. Это практически очень сложная зона для приема. 24-19. Вау, вылетает мяч. 20-24. Восьмой номер. На подаче капитан команды Джулустан Варламов. Справляется Егор Сукулов с приемом. Блок смягчает нападающий удар Сергея Павлова. Маял Аргунов. И ошибается. И первую партию с счетом 25-20 выигрывает команда Алёкминского района. Острой борьбы не получилось. Навязать в этой партии сборной команды Мигана Конголасского улуса. Снова подчеркиваю то, что в какой-то расстановке застаиваются игроки. Не выигрывают очков. Но это был сделан вывод, что ошибаемся все. Необходимо уменьшить эти ошибки. Минимизировать, по крайней мере. Субтитры создавал DimaTorzok. Игроки ждут разрешения судей. И выйти на площадку. Начинается вторая партия встречи между командами Алёкминского района и Услалданского улуса. Я, как уже говорил, начинаем второй круг. Группа А. В первом круге сборная команда Алёкминского района отдыхала. Команда Мирина Конголасского улуса выиграла со счетом 3-1. Средняя сборная команда Среднеколынского улуса. На подаче Александр Петров. Центральный блокирующий команды с ростом 192. 98-го года рождения. Александр Петров также практикуется в пляжном волейболе. Занимал призовые места. Становился победителем соревнований. Первое очко зарабатывает команда Алёкминского района. 1-0. Петров Александр продолжает продавать. Петров Александр продолжает продавать. Попов Максим продемонстрировал свое нападение. Он уже основной доигровщик своей команды. Он справляется с нападающим ударом в блок. Геннадия Прохорова. Мяч улетает в аут. 2-1. Миргун Севцев идет подавать. Хороший перевод в первую зону в мячах. И блок в исполнении Константина Кривых. Миргун Севцев. Вау. Влетает мяч. На подачу идет Игнатий Прохоров. Основной доигровщик команды Мегина Конголасского. Игнатий Прохоров. Блок. Николай Павлов хотел бросить мяч за блок. Третий номер ошибается. Но судья на вышке фиксирует касание блока. Игнатий Прохоров ошибается. 4-3 в пользу команды Олегминского района. Николай Павлов. Лидер и капитан команды Олегминского района. На подаче. Игнатий Прохоров. Тоже допускает ошибку. Счет 4-4. Максим Попов. На подаче. Егор Сукулов хорошо принимает мяч. Сергей Павлов ошибается. Очко переходит. Мяч переходит на сторону. Мегина Конголасского. Своей сборной. 5-4. Аут. 5-5. Константин Кривых идет на подачу. В первом сете продемонстрировал хорошую стабильную подачу. И сейчас тоже подача усложненная. Николай Павлов оставляет мяч в игре. Нападает со второй линии. Айл Аргунов справляется с бросом. Сергей Павлов находит брешь на площадке соперника. И выигрывает шестое очко. Константин Кривых продолжает подавать. Остается мяч в игре. Егор Сукулов не ждал этой передачи. Ошибка. Была плохая доводка. Нюргун Скрябин не успел на этот мяч. Сидя зафиксировал ошибку. Иннокентий Андреев. Хороший акцентированный удар в исполнении Александра Петрова. Ну и также хороший прием продемонстрировал Олег Васильев. Неоднократно признававшийся лучшим защитником. Доказывает свое амплуа. Сергей Павлов подает. К сожалению, ошибается. 7-7. 7-7. Владислав Янокуров. Егор Сукулов. Александр Петров. Трехходовочку разыграли игроки сборной команды Олегминского Улуса. Игорь Сукулов подает. Признается, что было у него касание сетки Александр Петров. Команды идут очко в очко. Никто не хочет уступать. 8-8. Аяло Аргунов. Подает силовую. Управляется Олег Васильев. Ну, а Николай Павлов ставит точку. 9-8. 9-9. 9-8. Команда Олегминского района выходит вперед. Александр Петров. Человая полетела у Александра Петрова. Прямо уложил практически рядом с линией. 10-8. И при счете 8-10 тайм-аут берет команда Мегана Конголасского Улуса. Мегана Конголасского района. Александр Петров подает. Оставляет мяч Егор Сукулов. Николай Павлов. Мощным атакующим ударом разбивает защитные редуты сборной команды Мегана Конголасского Улуса. Александр Петров продолжает подавать. Мяч от сетки улетает в площадку. Справляется с приемом Аяло Аргунов. Вау. Влетел мяч. Николай Павлов попадает в площадку. 12-9. 12-9. Счет в пользу команды Алекинского района. Между блоками блокирующих попадает мяч. И снова Эйс в исполнении Нургона Сипцева. 13-9. 13-9. На этот раз к сожалению допускает ошибку Нургон Сипцев. 9-13. 13-13. Успевает на этот мяч Николай Павлов и сбрасывает от блока в аут. Смахивает от блока в аут. Грамотная игра. Хорошая подача. Оставляют мяч в игре игроки сборной команды Мигана Конголасского Улуса и Аяло Аргунов приносит 11-е результативное очко в пользу своей команды. Максим Попов 11-е при счете 11-4-14 подает Максим Попов Олег Васильев принимает Нансатин Кривых не оставляет шансов надсеточными мячами Максим Попов и счет становится 15-11 Скоротично протекает вторая партия счет уже 15-11 какой связующий очередной раз ошибается при передаче мяча проскользнул мяч между пальцами рук 12-15 Егор Шукулов Егор Шукулов тоже очень очень давно играет играл и за сборную Северо-Восточных игрок федерального университета за свою за свой родной район стабильно показывает стабильную игру особенно в нападении в приеме счет 13-16 блок отработал и снова ошибка при вторе передачи высокие игроки стоящие у сетки в команде Алекминского района не прощают ошибок своих соперников Егор Шукулов будет подавать четвертый номер игрок Алекминского Алекминского района Зачехлили Игнатия Прохорова блок в исполнении Александра Петрова в третьей зоне 18-13 не справляйтесь с приемом Аял Аргунов и при счете 13-19 второй тайм-аут берет команда Мегана Конголасского Улуса Молодец Где тут у нас борта Красавчик Саня давай то же самое вверх поднимается Если можешь Саня Выше ходите Выше Хорош Хорош Да Хорош Хорош Блин Хая заметла Блин 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 Английская партия Вторая Улуса Мы только с немецком Саня Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Планирующая подача Егор Сукулов справляется с приемом Немного не успел На отскочивший мяч Максим Попов Александр Петров на подаче И вот так же Ошибка Связующего при второй передаче Да они больше конечно ошибаются Потому что каждый мяч Второй мяч летит в сторону связующего Поэтому у них Ошибок больше При пасе мокрого мяча Влажного Влажными пальцами Счет 21-14 Александр Петров на подаче Ошибается Ошибается Александр Петров Подача без виска На этот раз Мяч летит Ровно в шестую зону Подключается Вторая зона В исполнении Егора Сукулова Практически на чистой сетке Атаковал Игорь Сукулов Со второй линии 22-14 Александр Петров Мяч улетает в аут Замена в команде Лёгкминского района На площадку выходит Василий Горбунов Игрок под номером 8 Он заменил Константина Кривых Игрока под номером 10 Николай Павлов Зарабатывает очередное 23-е очко Нергун Сивцев на подаче Ошибается Нергун Сивцев Счет 16-23 Игнатий Прохоров Готовится Подавать Олег Васильев Справляется С приемом С приемом Вышедший на замену Василий Горбунов Попадает в трос Со второй зоны Подключается Николай Павлов И счет уже становится 23-17 Атаковал Николай Павлов На разорванном блоке Не оставил Ни единого шанса Своим Соперникам Снял Прямо с руки Либера Своего Либера Егор Сукулов Мяч Максим Попов Подает 18-24 Одно очко И дарит 25-е очко Сборной команды Олегминского района И вторая партия Завершается С счетом 25-18 В пользу команды Олегминского района Команды Меняются Площадками Счет В партиях 2-0 В пользу команды Олегминского района Олегминского района По положению Соревнований Из каждой группы Выходит По две команды Будут Встречаться Крест-накрест Восемь 6-го июля Будут встречаться Команды Завершаются Первым местом В группе А Со вторым местом В группе Д И так Дальше 6-го июля У нас Начинается Одна четвертая Финала После этой игры Встречаются Команды Намского Улуса И Черепчунского Улуса Центровой Матч Либо Центровая Встреча Присоединяйтесь К трансляции Встреча 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 Счет 0-0 Начинается Третья Партия Встреча Между командами Алёкминского Района И Мегана Конголазского Улуса Игроки Мегана Конголазского Улуса В белой Футболке В черных Шортах Игроки Сборной Команды Алёкминского Улуса В зеленой Форме 0-0 Вячеслав Сергучев На подаче Ошибается Нергон Сипцев При Второй Передаче Не смог Укрепить мяч Николай Павлов Чересчур Был Закинут За антенну Александр Касатин Кривых Сравнивает Счет В этой партии Отыграл За головой Связующего 1-1 Сипцев Нергон Подает Не стал рисковать Подавать Силовую Подачу Мяч Остается в игре Проталкивает мяч Алексей Шепелев Игрок Под номером 5 Не был готов Защитным действием Сергей Павлов Мяч От ее рук Улетает Вау 2-1 В пользу Команды Мегана Конголасского Улуса Винокурок Вячеслав Нападал И опять Ребята Застоялись В защите И потеряли И потеряли Мяч Счет 2-2 Николай Павлов На подаче Котов Максим Просто перебросил Мяч Айгов Сукрулов Нашел брешь Между антенной И блоком Практически В четвертый метр Попадает По линии 3-2 Максим Топов Приносит своей команде Третье очко 3-3 Пятый номер На подаче Максим Алексей Шепелев Сборной команды Мегана Конголасского Улуса При счете 3-3 Подает Хороший прием Исполнил Егора Сукулова Сергей Павлов Накатывает мяч В шестую зону Соперника Подключается Подключается Либера Либера Выигрывает Четвертое очко Олег Олег Васильев Основной Либера команды Олегминского района Константин Кривых На подаче Центральный блокирующий Под номером 10 Стабильно Подает Максим Попов Приносит Своей команде Четвертое очко Исправляются В защите Неверяки Наборной Команды Олегминского района Не смог Вовремя Среагировать На этот мяч Константин Кривых Доводка Блок В исполнении Максима Попова Еще становится 5-4 Ликует Максим Попов От своих действий К сожалению Коллега его Ошибается При подаче Подавать идет Сергей Павлов Николай Павлов Оставляет мяч В игре Сергей Павлов Нападает Но к сожалению Билустан Варламов Не оставил Мяч В игре Вроде бы Был Несильный Нападающий удар В исполнении Сергея Павлова Мощный удар Демонстрирует Вячеслав Сергучев От блока Мяч Влетает Вау Российский Бил по пальцам Максим Попов Олег Васильев Отработал Свою Амплуа Но Увы К сожалению Николай Павлов Ошибся При Нападении Максим Попов Продолжает Подавать Олег Васильев Доводит мяч До связующего Но Николай Павлов Выигрывает Очко Седьмое Для своей команды Нет Оказывается В нападении Был Егор Шухуев По четвертым номерам И сам же Пошел Подавать Не поняли Друг друга Выигрыши Сборной команды Мигана Конголасского Увуса Но Тут как тут На месте был Александр Петров Он Не растерялся Нападающим Ударом С места Выигрывает Восьмое Очко Егор Сукулов Подает Сбросит Олег Васильев Среагировал На этот мяч Вау Посылает Вячеслав Сергучев Мяч И Счет уже Становится 9-7 Польза Команда Олегминского района Приводит порядок Площадку Площадку Максим Попов Со второй линии Нападая Приносит Восьмое Очко Для своей команды Николай Павлов Закрыли блоком Вячеслава Сергучева Высокий Александр Петров Закрыл Ход Удара Не смог Оставить мяч В игре Егор Сукуев Мяч После нападающего Удара Пятого номера Шепелева Алексея И счет уже Становится 9-10 Постепенно Сокращается Разрыв В счете Подает Вячеслав Сергучев К сожалению Силовая Подача Летит Далеко Ваут 11-9 При счете 11-9 Подает Нюргун Сипцев Связующий Команду Лёгкенского Района Хорошая Доводка Сергей Павлов Вбрасывает Отскочивший От блока Мяч На заднюю Линию Соперника И выигрывает 12-ое Очко 12-9 При постановке Блока Ошибается Константин Кривых 10-12 Я Коснулся Верхнего края Сетки Константин Кривых 10-12 Ошибается Олег Васильев При приеме Эйс В исполнении Дзелустана Варламова 11-8 Николай Николай Павлов 12-12 Да Антену задевает Николай Павлов 12-12 Счет сравнялся В третьей партии Нападал Кривых В первые В этом сете Кривых Кривых Кукулов Извиняюсь Кривых 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 Подсел под мяч Плюс 2 Плюс 2 В пользу Мегина Конголас Команды Кривых 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 Мяч Улетает От блока Вау Павлов Николай Подключается Вторая Зона Это у нас Пятый номер Алексей Шепелев Был готов К этому Это был Владислав Винокуров Одиннадцатый номер Нападал Со второй Зоны На площадку Выходит Горок Под номер Семнадцать На подачу Юрий Харитонов Счет Пятнадцать Четырнадцать В пользу Команды Мегина Конголас Улуса Неплохая Подача Переброс Через сетку Хороший блок В исполнении Игнатия Прохорова Подбадривают Друг друга Игроки Команды Мегина Конголас Улуса Закрыли Егора Сукуева Грамотным Блоком И при счете 14-16 Тайм-аут Берет Команда Алёкминского Района Мегина Мегинского Мегинского Все готово к продолжению борьбы. 14-16. Сборная команда Литинского района проигрывает 2 очка. При этом счете она взяла тайм-аут. А на подаче игрок номер 17 Юрий Харитонов вышедший на замену. Зачехлили Сергея Павлова, Владислав Винокуров, Юрий Харитонов. К сожалению, посылает мяч в аут после двух эффективных подач. Василий Горбунов на подаче под номером 8 вышедший на замену. Без свиска подача 15-17. Аут. Допускает ошибку при подаче. Очень много ребята ошибаются при подаче. Подключает Нергун Сипцев Александра Петрова. Простреливает ему вторую передачу. 16-18. Разрыв в 2 очка сохраняется. На подаче у нас Сергей Павлов. Продолжение следует. Просто проходит мячом по пальцам блокирующих. 19-16. Либера не справляется. 20-16. Разрыв увеличивается. Александр Петров добивает мяч до пола. После очень грамотного приема. Флагина Богдана. Егор Сухуев. Ошибается. 10-й номер либера команды Мигана Гангаласского улуса. При приеме. Разрыв сократился до двух мячей. Подскользнулся при приеме игрок команды Мигана Гангаласского улуса. Передняя нога ушла вперед. Тайм-аут взяла команда Мигана Гангаласского улуса. КОНЕЦ Разрыв между командами сократился до минимума, плюс один на стороне Мигана Конголазского Улуса. Его Шокулов готовится подавать. При счете 19-20. Справляется с приемом. Сбрасывает мяч Нергун Скрябин. Аут. К сожалению, улетает мяч после атаки Вячеслава Сергучева. 20-20. Началась концовка третьей партии. Не справляется одиннадцатый номер Владислав Динокуров. Нервы, нервы, да, не выдерживают. Очень ответственная игра. Очередной тайм-аут берет при счете 20-21 команда Мигана Конголазского Улуса. Ребята из Олюкминского района немного успокоились, догнав и перегнав на одно очко своих соперников. На поле возвращаются основные игроки ловной команды Мигана Конголазского Улуса. Аял Аргунов возвращается на поле. Поле показывает линейный судья. Атаковал Макс, да, мне здесь сомнений нет, что мяч был не в поле. Максим Попов порисковал. И принес в команде свои 21 очко. 21-21. К сожалению, Игнатий Прохоров допускает ошибку при подаче. И это может быть роковой ошибкой в конце игры, в конце третьего сета. На подачу вышел Александр Петров. У него подача более стабильная. Не сдал данный переброс в исполнении связующего. Игорь Сукуев. Аял Аргунов подает при счете 22-22. мяч оставляют в игре нападение через четвертую зону не смог покрутить данный мяч Богдан Кулагин 23-22. Николай Павлов в нападении. К сожалению, третий номер Андрея Фенокентий попадает в трос. 23-23. Чудеса защиты демонстрируют игроки команды Олегминского района и опять снова подскальзывается игрок Олегминского района Олегмин Севцев на новый трасс предложил сыграть первым темпом Константину Кривых, который приносит 24-е очко своей команды в своей команде 24-23. На подаче связующей команды Олегминского района Нергон Севцев К сожалению, допускает ошибку. 24-24. Восьмой номер подает команды Мегина-Кангаласского Улуса Гурустан Варламов Ошибка Ошибается Константин Кривых И счет становится 25-24 в пользу команды Мегинского Улуса И при счете 24-25 тайм-аут берет команда Олегминского района Олегминского района Простой перевод мяча от исполнения Сергея Павлова. И одиннадцатый номер Владислав Винокуров ставит точку в третьей партии. И со счетом 26-24 Мигана Конголасского-Улуса выигрывает третью партию у команды Олегминского района. Игроки Мигана Конголасского-Улуса сенсационно вытащили третий сет. Это еще раз доказывает, что на данные соревнования попали только сильные команды. Игроки, даже если ты новичок, все команды бьются до конца. Даже не пасуют перед авторитетами, чемпионами республики, чемпионами ряда соревнований. Первенство республики, Кубка Федерации. Все играют на равных. У волейболистов есть девиз. Мяч круглый, игра покажет. Игроки Мигана Конголасского-Улуса. На обороту, на обороту. Снимите, снимите. Куда? Продолжение следует... 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 Небольшой прыжок с места и мяч в поле на стороне соперника. 6-6. Сергей Павлов перехитрил грамотно Дюлустан Варламов. Из блокирующих просунул мяч между блокирующими и коснулся сетки. 7-6. Блогаут пробивает Мячеслав Сергучев. Замена в команде Мегана Конголасского Улуса вышел на площадку игрок номер 17 Харитонов Юрий. В прошлом сете у него неплохо получилось с подачей. Начали почему-то застаиваться игроки Олегминской команды. 4 удара зафиксировал судья на вышке. 8-7. Вышла вперед команда Олегминского района. И при этом в счете пошел подавать Егор Сукулов. Четвертый номер команды Олегминского района. Заступил среднюю линию связующей команды Мегана Конголасского Улуса. 9-7. Не поняли друг друга. Четвертый и одиннадцатый номер. Кому принимать этот мяч возвращается на площадку Аяло Аргунов. А между тем Егор Сукулов ошибается при подаче. Еще становится 8-10. Аяло Аргунов будет подавать. Егор Сукулов справляется. Николай Павлов. Немного трех метров не хватило, чтобы мяч оставить в игре. Игрокам сборной команды Мегана Конголасского Улуса еще становится 11-8. Александр Петров на подаче. Заблокировал. Переходящий мяч Павлов Николай признает свою ошибку. Дюстан Варламов. Мощный удар продемонстрировал Владислав Винокуров. Раскрылся он в третьем сете. Пробил двойной блок. И выиграл десятое очко. Мяч остается в игре. Егор Сукулов перебрасывает мяч через сетку. Максим Попов выигрывает одиннадцатое очко и сравнивает счет в четвертой партии. 11-11. Дюстанец. Чуть-чуть не успевает поднять мяч Алексей Шапелёв. После нападающего удара. 12-11. Мюргун Скрябин на подаче. Хорошая доводка. Мяч улетает. Рук Либера в аут. Максим Попов атаковал в одиночном блоке. Пятый номер на подаче. Максим Паулов. 13-12. Выводит свою команду вперёд. Богдан Кулагин оставляет мяч в игре. На этот раз чехлят Владислава Винокурова. Высокий блок алюкминских волейболистов. Выигрывает 14-й очко. 14-12. Николай Павлов на подаче. Еле успевает связующий привести мяч. На ошибку допускает 11-й номер. Команда Владислава Винокурова. Тайм-аут. Команда Мегина Конголасского Улуса. Тайм-аут берёт команда Мегина Конголасского Улуса. При счёте 12-15. Группа поддержки сборной команды Мегина Конголасского Улуса. 15-12. При этом счёте подаёт Николай Павлов. Целенаправленно искал Игнатий Прохоров в блок соперника. Но ошибку допускает связующий Герустан Варламов. Чересчёт низко пасует своему центральному блокирующему. 16-12. Мяч доводится. В этот раз Игнатий Прохоров пробивает одиночный блок. по линии и выигрывает очко. 13-е очко для своей команды. На подачу выходит игрок под номером 3. Андреев Иннокентий. 13-16. Хороший приём. Василий Горбунов. Примочит своей команде очередное очко. Максим Попов. Николай Павлов. Не справляется Либера. Не смог оставить мяч в игре. Смягчить нападающий удар. Мяч улетел от рук Либера в Вау. При счёте 13-18. Тайм-аут команды Мегина Конголасского Улуса. При счёте 13-18. Очередной тайм-аут берёт команда Мегина Конголасского Улуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Святая тайна» Восемнадцать тринадцать продолжает подавать команда Алёкминского района. На подаче Василий Горбунов Либера справляется с приемом, не стал рисковать Айал Аргунов, взял просто перекинул мяч через блок. Максим Попов. Четырнадцать восемнадцать. Богдан Кулагин оставляет мяч в игре. Подключают Николая Павлова со второй линии, к этому мячу был не готов Максим Попов. Практически стоял на прямых ногах. Мяч улетает в аут. Не успел отойти к задней линии Максим Попов. Сергей Павлов подает при счете 19-14. Не стал рисковать Сергей Павлов. Сброс в исполнении Айала Аргунова. Сброс в исполнении Айала Аргунов. Поповел, что сейчас будет бить. В самый последний момент скинул мяч в третью зону. Миг на конглас остались без нападающего удара. Попов Максим. Счет двадцать пятнадцать. Двадцать пятнадцать. Двадцать пятнадцать. Аут улетел мяч. Егор Супулов. Максим Попов приносит своим нехитрым, не сильным ударом. Шестнадцатое очко своей команде. Мяч от блока Николая Павлова взнул вверх. Попал в площадку. На площадку возвращается игрок под номером одиннадцать. Владислав Винокуров. Миг на конгласский УЛУС. А подавать будет Айала Аргунов. Лидер команды Миг на конгласского УЛУСа. Силовая в его исполнении. Николай Павлов. Бесущенный прыжок. Счет двадцать одиннадцать. И через блок приносит двадцать первое очко. Александр Петров на подаче. Эйс не справляется с приемом Владислав Винокуров. Еще становится двадцать два шестнадцать. Нашел в составе команды слабое звено. Но, увы, сам допускает ошибку. Еще становится семнадцать двадцать два. Ерустан Варламов. Постоянный мяч в игре. Николай Павлов. Блок аут. Блок смягчает. Но, увы, защитник не справляется. Не смог смягчить мяч после нападающего удара. Да, не успел Максим Попов на этот отскочивший мяч. Двадцать три семнадцать. И на подаче Нюргон Сивцев. Хорошая силовая подача. Небрежно обошелся с мячом. Одиннадцатый номер Владислав Винокуров. Двадцать четыре семнадцать. Контрольный мяч. Увы, Сивцев Нюргон ошибается. Восемнадцать двадцать четыре. Игра еще не закончена. Восемнадцать двадцать четыре. Концовка четвертой партии. И на подаче Алексей Шепелев. Мерина Конголазская команда. Помешал оператор. Сергею Павлову достать мяч. Девятнадцать двадцать четыре. Четвертый номер. Одиннадцатый номер. Это у нас Владислав Винокуров. Методично пробивает блок. Не успел пристроиться к центральному блоку и блокирующему Василий Горбунов. Мяч от его рук улетел в аут. Двадцать двадцать четыре. Василий Горбунов вставит точку в этой партии. И в целом встречи. С счетом 25-20 выигрывает четвертую партию сборная команды Олегминского района. Счет в партиях 3-1 в пользу сборной команды Олег-Минского района. Поздравим с победой сборную команду Олег-Минского района. Команды пожимают друг другу руки, благодарят за игру. Уважаемые телезрители, сейчас мы прерываемся на передачу «Итоги месяца» с участием главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Игру команд Намского и Черепчинского лусов продолжим после дневников игр. Трансляция игр продолжается на канале Мамонт, а сейчас мы уходим на рекламу.